...в Милане, в вашем прекрасном университете. Но если тогда существовала идея ин витро, то ин виво оно получило свою, так сказать, реализацию только в этом году. Вообще в СССР сейчас бум психотерапии. В СССР была создана в прошлом году Ассоциация Всесоюзных психотерапевтов, тремя сопрезидентами которых являются профессор Райков, профессор Слуцкий, главный психотерапевт города Москвы, и доктор Кашпировский, известный всем вам. Это три сопрезидента Всесоюзной ассоциации психотерапевтов, которые были созданы в прошлом году. Наш Центр будет осуществлять практическую реализацию по осуществлению помощи в освоении творческого гипноза как пациентами, так и в обмене научными специалистами. Исследовательская работа Центра будет связана с лабораторией технологии Института превентивной медицины, который представляет доктор Молостов. И наша цель является тесное сотрудничество. Мы представляем здесь практическое здравоохранение Москвы, и в наши планы входит установление договорных отношений с Университетом новой медицины в Милане, согласно которому будет происходить обмен специалистами между Москвой и Миланом. В курс обучения творческому гипнозу будет входить как подготовительный цикл, так и чтение лекций и проведение практических занятий как с советскими, так и с иностранными пациентами. Эти занятия будут проводиться самыми высококвалифицированными психотерапевтами Москвы, психологами, педагогами, специалистами иностранных языков, так как в курс будет входить и обучение иностранным языкам. Это сотрудничество, вернее, его проект, мы готовы обсуждать с профессором Роландом Маркезаном и Марком Маркезаном, и практическое его осуществление будет происходить после посещения города Москвы во время симпозиума в сентябре. Всех желающих специалистов, желающих обучиться творческому гипнозу, мы будем иметь возможность после сентябрьского симпозиума пригласить к себе для прохождения курса обучения. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛЁНКА Мне приятно снова встретиться с вами здесь, в стенах вашего и нашего университета и приятно поделиться новыми результатами, новыми возможностями наших исследований. И эти исследования являются последними достижениями наших усилий в этой сфере уже в качестве, так сказать, коликолаборатории в громадном и замечательном центре, в котором главает профессор Аганов, московский специалист по приоритетной профилактической медицины. И мне представляется, что вот здесь у вас я поделюсь самым первыми и самыми последствиями исследований в этой сфере, которые могут иметь определенный интерес и для международного исследовательского направления в технологии, и для нолиарной практики, связанной с усилиями специалистов в сфере психотерапии, которые так или иначе в любом случае имеют практическую направленность и практическую ориентацию. Петр, пожалуйста, наушники в сфере не смотри, как там это запись в уходе. Не нельзя шуметь, надо понять. Наушники в сфере в сфере в сфере в сфере стороны. Вы видите ? Развертый оттенок. Вот науши. Наусилители. Наусилители. Петр, наусилители. Здесь? Да. Хорошо слышишь? Хорошо? Слышишь? Хорошо. Так, что мне хотелось бы сказать, что в последнее время как не представляется. Возникает ситуация, когда несколько меняется ... Это тебя? Да. Нет, нет, нет. Ты проявишь, проявишь через наушники. Через наушники свистеть не должно. Антенна меняет. Нет, нет. Вот, я вот, я, вот, я, вот, наушники, я, вот, я, вот, это. Пискали. Гят, нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В частности, мне представляется, что развитие такого рода психотерапии не расширяется количеством формулировок с внушением. А скорее суживается, скорее элиминируется, доводится до минимума. Более того, наверное... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Оказалось, что на практике психотерапевтической, конкретной практике, абсолютно мне необходимо давать широкую гамму специфических мышек. Потому что у вас пройдет астма, пройдет боли в сфере, скажем, боли в кишечнике или пройдет сердце. Оказалось, что мы можем ориентировать наших пациентов в совершенно другом направлении. И вот эта ориентация, она, пожалуй, является абсолютно нормальной для психотерапии. Может быть, даже иногда мы можем воздействовать и не применяя вербального контакта как договора. Оказывается, что такого рода психотерапия тоже возможна и, на мой взгляд, даже более целесообразна. Более того, мне кажется, что словесная формулировка, иногда, действительно, вообще не нужна. Или она может осуществляться даже в самых неожиданных ситуациях, в частности, допустим, при воздействии внушения на другом языке. Ну вот мы как раз с доктором Пьером, вашим коллегой, вчера такого рода сеанс осуществили. Пьер, пожалуйста, встаньте. Вот. И Пьер сейчас поделится своими впечатлениями в этом направлении. И вариант такого сеанса мы покажем. Если можно, было бы Пьера сюда, пожалуйста, куда-нибудь. Идите сюда, Пьера, пожалуйста. Пьер, пожалуйста, зайдите, если бы я. Пьер, пожалуйста. Пьер, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Io sono andato molto profondamente, per giù il fondo, e ho ricevuto uno stato di notevole benessere. Il tipo di induzione che lui mi ha dato e il fine che si era a quel posto non lo conoscevo. Io so che ho immaginato, ho visualizzato, di dipingere un quadro, penso su Bocco di Parigi, per me risultava estremamente normale. Cioè, se io fossi un pittore, cosa che io non ho mai fatto, quando mi sono risvegliato, avevo un leggero stato di euforia, come diciamo quando mi succede quando faccio meditazione yoga. E la cosa interessante è che quando sono tornato a casa, dopo un paio d'ore, ho avuto l'impulso, la necessità impellente, di prendere dei fogli di carta e mettermi a disegnare. Cosa che io non facevo da 25 anni, insomma. Quindi diciamo che io avevo sì una base di disegno, perché ero anche abbastanza bravo, però da 25 anni non prendevo più in mano le matita, niente, insomma. Quindi questo risultato c'è stato. E diciamo, ecco, mentre invece il secondo giorno, non so che tipo di induzione, cioè la finalità della sua induzione, so che ho avuto come conseguenze un notevole stato di lucidità mentale e ho notato un notevole miglioramento, anzi, deciso, della mia memoria fotografica. Cioè, fotografare gli ambienti, i particolari, cioè, è una sensazione abbastanza nuova per me, descriverla a parole è un po' difficile, insomma. So che ho notato che il notevole miglioramento era la mia capacità di fotografare le situazioni e notare in particolare che mi portarmi in memoria a distanza di ore, di giorni, insomma. Cosa vi è fatto, sinceramente? Cosa vi è fatto? Non ve lo so dire. Dovete chiedere a loro qui. Noi speriamo che succeda al dottor Sant'Agostino che succeda quello che è successo a una cliente del dottor Gazzoni che non addirittura aveva nessuna familiarità né con la penna né quel pennello. E i suoi quadri da zero sono valutati oggi dai 2-3 milioni. Speriamo di bene che sia agretato per il dottor Sant'Agostino. Speriamo di bene che sia agretato per il dottor Sant'Agostino. Speriamo di prima volta in Italia e iniziata in Italia e iniziata a fare professionale e anche a fare una piccola monografia per il buccoletto. tutto questo è molto reale e tutto questo è molto importante. Questo è un esempio di nuovo вариантов индукции, о которых я хотел бы сказать, и которые, естественно, для вас представляется достаточно удивительным, так же, как для доктора, с которым я работал. И этот вариант индукции, естественно, в перспективе, поскольку он, в принципе, открывает возможности создавать наиболее интернациональную команду, и этот интернационализм является, мне кажется, в высшей степени важным и даже с точки зрения социально-политической, с точки зрения интернациональной. Вы, наверное, знаете, что достаточно интересным лозунгом начала нашего государства был лозунг «Паритария всех стран объединяйтесь». Но я не знаю, как в смысле социологическом и в смысле политическом, возможно, такое объединение или нет. Я не победил. Мне трудно судить реальность объединения «Паритария». Однако я вижу и чувствую совершенно естественную возможность объединяться всем загипотизированным, всех стран. Без кого-то не было лингвистической сложности, лингвистических проблем. Это абсолютно реально. Но, кроме того, мне бы хотелось сейчас, на совершенно новом этапе нашего политического развития, надо сказать, развитие достаточно оптимистичным, как мне лично представляется, дать еще один лозунг, который будет непосредственно направлен на моих друзей, коллег, как профессоров отца и сына Малькизана. И я хотел бы предложить новый лозунг, технотизеры и психиатриархи всех стран объединяйтесь. Итак, проблема... Я думаю, что мы сейчас сможем вместе с доктором Гером... Простите, я с трудом напоминаю подняться гипомера, но, наверное, я скоро привык. Мы сможем показать один из еще новых вариантов индукции, который, так сказать, будет абсолютно нормативно для... Субтитры сделал DimaTorzok